Музыка это как Такая нечто на грани вещь Это как Как жить С женой, которая Постоянно хочет развестись с тобой Оу, всем привет, это Куджи подкаст Подписывайтесь на наш канал Просто совсем до стыдного Причем Ну правильно, вот бит заимствует Точно такой же И флоу, которая, ну ритмическая Основа, грубо говоря Там самого рэпа, да? То есть они берут флоу просто Подписывают русские тексты Что важнее, музыка, бит Вот это флоу или текст В рэпе, конечно, текст Итак, привет Хорошо, что ты Оказался в нашем маленьком подкасте Потому что Ты настоящий спаситель джаза Ты слышал об этом? Да, слышал Как ты пришел к тому, чтобы Собостоятельно спасти целый жанр? Да, но, знаете, это как спасать еду Да, звучит похоже Знаете, мне вообще нравится эта концепция Воспринимаю это как комплимент Но по правде, на самом деле, я не думаю, что один человек может считаться спасителем Чего-либо целиком Нельзя сказать, что Джон Коутрейн стал спасителем Майлза Дэвиса Или Джеймс Браун спас Слай Стоун Джеймс Браун спас Крутые танцы Да, он вообще наш всеобщий спаситель Я на это смотрю так Я просто делаю свою музыку И я понимаю, что когда Людям нравится музыка, которую ты пишешь Это подталкивает их к тому, чтобы Искать что-то подобное Другую музыку Как по мне, ты услышал альбом, который тебе нравится И потом начинаешь искать подобные вещи Ты думаешь, что это недавнее явление? Потому что раньше это было невозможно Ты начинаешь с одного И ты останавливаешься, потому что не так много было записей Но теперь ты можешь просто исследовать интернет Да, это новый мир Денег у всех стало больше В детстве у меня было где-то Не знаю Пять CD Много CD у тебя было? Да, сейчас у любого ребенка есть доступ К целому миру музыки Вы знаете, когда они забывают одно Переходят к другому Я сам математик Так что у меня интересует один вопрос Ты считаешь, что музыка — это точность? Это математика или что-то иное? В какой-то степени это математика Это больше как Квантовая математика Немного неопределенная Да, когда рассматриваешь Когда рассматриваешь издалека В общих чертах Это обычная математика Но при близком рассмотрении Хаос Хаос И получается, что настоящая музыка Рождается из абсолютно хаотичных вещей А когда вы решили быть музыкантом Почему такой вопрос? Обычно, когда к нам кто-то приходит Например, у нас писатели Его спрашивают Когда вы решили стать писателем? И он начинает рассказывать Я был молодым Любил читать Разглядывать книжки И открывать их там Все это херня Потому что, например, для меня Решение стать математиком Пришло пару лет назад В 32 Когда мне сейчас 35 Только тогда я понял Что я хочу быть математиком И в то время я понял Что не смогу без этого жить И что буду заниматься этим До конца своих дней В какой момент ты решил Что, конечно, это не звучит Как настоящая работа Но, тем не менее, я буду музыкантом Ну, знаешь, я пытался стать астронавтом Тебе же не родители сказали Не занимайся наркотиками Занимайся сексом Через А Да, да, да Знаешь, я считаю, что музыка Это что-то, что всегда в тебе Я всегда знал, что я буду заниматься музыкой У музыкантов И бытность музыкантов Это совсем другой образ жизни Не думаю, что Кто-либо может действительно Честно сказать, что хочет быть музыкантом Пока не стал Понимаете? Мы живем очень Очень свободной жизнью Можно сказать, что Все плывут на катере А мы на паруснике И без компаса Да Да Но был ли такой момент, что ты Посмотрел в зеркало и сказал Ну вот теперь я музыкант Был такой момент, когда я понял, что хотел стать хорошим музыкантом Круто Сойдет за ответ Тогда я был в девятом классе Я попал в группу Модскуу джаз-бэн И мы играли такой плейбойный джаз в старшей школе Тогда я только начинал играть на саксе Занимался где-то семь Восемь месяцев То есть ты херово играл Было странно Довольно я был неплох Я был хорошим учеником Но в этой группе Ребята были поистине крутые Поэтому в сравнении с ними Я был не так уж хорош И мне никогда не давали соло И на одном большом фестивале Там было где-то 20 тысяч человек И я думал, что буду просто играть в группе Никакого соло не будет Когда мы были уже на сцене Лидер группы решил Дать мне соло Он буквально показал на меня Я такой И тогда я не звучал так, как мне хотелось бы Отец говорил Он тоже музыкант Что это был первый раз, когда я по-настоящему играл Музыка это как Такая нечто на грани вещь Это как Как жить с женой Которая постоянно хочет развестись с тобой И тогда я впервые Первый раз я почувствовал, что получилось не очень Черт подери И я понял, что больше не хочу чувствовать то же самое Тем летом я начал постоянно заниматься И когда я вернулся С летних каникул Все офигели, насколько я лучше стал И музыка стала намного веселее для меня Я преодолел этот барьер Когда ты не можешь сыграть то, что у тебя в голове И когда ты преодолеваешь это препятствие Для многих музыкантов музыка меняется Ее природа меняется Реально круто Да Я люблю слушать твою музыку в самолете Потому что у меня легкая аэрофобия И джаз меня успокаивает Ну потому что, ну, странно лететь под что-то агрессивное Тебя еще сильнее раскачивает Ну и плюс джаз Мне кажется, идеально слушать в небе Потому что лично я себя представляю Каким-то влиятельным человеком Который летит на сделку в Гонконг Ну, правда, в эконом-классе Правда, в эконом-классе И, правда, куда-то в Россию Но на самом деле джаз — это самое стильное, что есть И это основа всего Я правильно говорю? Джаз — это основа любой музыки современной Определенно он — это основа американской музыки Для афроамериканцев джаз — это музыка С которой мы ассоциируем свободу Отсюда пошли фанг, рок-н-ролл, р-н-би, хип-хоп В определенной степени Джаз — это хребет Это ствол этого дерева Джаз и блюз Кстати, насчет самолета хорошо сказал Хотя я в самолете обычно слушаю какой-нибудь тяжелый джаз Интенсивный Даже иногда представляю, что если включить его на полное Люди могут начать паниковать Он реально успокаивает Ты такой Нельзя представить, знаешь Гэнстеров Которые едут на свои разборки по джаз Они же агрессивные Можешь? В Осетии это норма? Он из Осетии просто Для меня я вырос просто в очень опасном районе И когда меня видели с моим инструментом Сразу оставляли в покое Типа А, ты нормально, окей А вот ты? Я говорил своему другу Купи себе трубу Типа того Труба может тебя спасти У меня есть вопрос Касательно музыки Ты говорил, что джаз, R&B, фанк Это все привело к хип-хопу Который сейчас доминирует По сути Доминирующая музыка в мире Как ты думаешь Какая будет следующая музыка? Какая следующая музыка будет популярная? По сути Каждый из этих жанров Это же был какой-то новый звук Это было что-то новое Что будет новое дальше? Как ты думаешь Как человек, который в индустрии? Да, мне кажется Что мы сейчас Все музыканты Стали алхимиками Которые что-то С чем-то смешивают Думаю, что Электронщики Диджеи Которые раньше брали музыку У живых исполнителей Сейчас Сами Теперь Теперь отдают ее Они вкладывают ее И очень хорошо используют живую музыку Так что я думаю, что Следующим Таким большим жанром музыки Будет смесь других жанров Но в любом случае Нельзя точно утверждать Но Как по мне Авангард в музыке Это некая электронная музыка Потому что там ты можешь придумать Новый инструмент, новый звук Да, я вот задаюсь вопросом Когда появится новый Акустический инструмент? Да, вот это вот По-настоящему Интересный вопрос Потому что в большинстве Своем они электронные Да, очень много экспериментов Если забить в Ютубе новые инструменты Он выдаст много сумасшедшего говна Видел штуку длиною В 3 метра 10 футов Со струнами И когда делаешь Какие-то непонятные жесты Меняется звук Не очень на музыку похоже Мне нужен этот инструмент Я просто почему спрашиваю Что всю музыку Которую мы перечисляли Она достаточно сложная Джаз очень сложная музыка С нестандартной гармонией С нестандартными ходами Ну то есть Если посмотреть Что сейчас популярно в Америке То, что сейчас популярно в России Это клауд рэп Саунд клауд рэп И он достаточно простой И очень похожий Друг на друга Ну то есть Я порой не могу Одного отличить от другого Ну по сути Это сейчас доминирующий жанр Но при этом Он не звучит сложно Думаешь ли ты Что музыка станет сложной Более сложной Чем сейчас Мне кажется Что Всегда Наряду со сложной Существовала и простая музыка Музыка это настолько Человеческое Занятие Любые люди Могут участвовать Да, правда Как есть люди С Не знаю Простыми взглядами на жизнь Которые делают Простую музыку Так и есть те Кто размышляет Над чем-то более сложным И их музыка Будет отражать это Каким-то образом Но музыка Что доходит до нас Из прошлого Это та музыка Что богаче Которую мы назвали Более сложной Поэтому всегда Будет казаться Что музыка прошлого Была более Изощренной Наполненной Чем современная Потому что проста И Пошлая музыка Из прошлого Не выживает Не знаю Мне казалось Мне казалось Что гранж Довольно простая музыка Нирвана Звучала Достаточно Просто Да, я уверен Что в 19 веке Были какие-то чуваки Которые играли Маленький луп На гитаре Все эти песенки Были похожи На их маленьких гитарах Да, она не выжила Такие штуки Не дошли до наших дней В отличие от Величайших произведений Мне кажется Для всего есть место Я понимаю, что Разная музыка Служит разным целям И есть музыка Для всех людей И ситуаций Какая-то для самолетов Да Есть, например Музыка, которую Хочешь Ты именно сидеть И слушать А есть та Под которой хочется Махать руками Когда набухался Я понимаю, что существуют Различные цели Но есть проблема Что Настоящая Трудность В том, что музыка Которая предназначена Для расширения сознания Настолько отходит на второй план Ее выталкивает на второй план Что те из нас Кто имел опыт Слушать такую музыку И понимает Насколько она важна Находится в таком же положении Как человек Который всегда ел овощи И чувствовал себя прекрасно Попал в мир Где Никто не ест овощи И теперь говорит Что Остальным тоже стоит Есть эти овощи Понимаете? Но Люди говорят На хрена овощи Когда есть торт Понимаете? Некая Аналогия Но я думаю Что люди потихоньку Возвращаются к овощам Как раз из-за того пути От одной песни К другой О котором мы говорили Теперь все не так Что люди покупают CD И слушают его До дыр постоянно От одной песни К другой Они приходят к тому Что им начинает нравиться По-настоящему Это интересно Как они находят вещи Которые казалось Невозможно было Вообще найти Например Несколько недель назад Я услышал Монгольскую Хард-рок Группу Под названием Ху Но ху Немного другое Это монгольское слово Пишется как Ху Ааа Не те другие ху Все чем он занимается Он ищет странные Металл-группы По всему миру Это правда Потому что Мне нравится Работать Под тяжелый Черный металл У меня к тебе Еще один вопрос Когда мы с Тимуром Были молодыми Нам кстати Обоим по 35 В России был Популярен фильм Не грози Южному Централу Попивая сок У себя В квартале Че Правда? Да Он пользовался Огромным успехом Люди Пользовались Фразочками Из фильма Знали Всех героев И что странно Он не был так популярен В США В моем районе Он очень был популярен Нет Ему надо рассказать Что Я из Осетии Ну я не русский Это как бы Республика Внутри страны У нас другой язык Другая ментальность Другие традиции И этот фильм Негрозюжному централу Перевели На один из диалектов Осетинского языка Который Пофонетически Очень созвучен Со сленгом Южного квартала Именно В эмоции Ну Да Они говорят Очень эмоционально Используя Много жестов Каково было расти В Южном Централе Да Этот фильм Он основан На других фильмах Серьезных И все они были Сняты Да Все так На моем районе Я вырос Это как и любое Другое место Люди будут говорить Тебе что-то Да Это действительно Опасный район Не могу Преуменьшать Но он так же И не был опасный Я там вырос И большинство людей Были обычные Нормальные люди Только плохие ребята Наводят наибольшую шумиху Понимаете о чем я Помню когда я рос Были такие люди Которые всех держали в страхе И приходилось их ходить Ходить другими дорогами Все такое Но потом Когда они узнали Что я музыкант Как я говорил Они с нетерпением Ждали чтобы Подогнать мне Записи Своих джазовых крестоносов Или книжки Которые они хотели Чтобы я прочел Знаете это было Крутое место Я вырос в районе Леймор Парк И там я видел Так много моих героев Джеральд Уилсон И Билли Хиггинс И Билли Хиггинс И Пора Стапско Это прям иконы Легенды На их музыке Я рос И я такой Да что вы тоже Зависаете в моем районе Реально прикольно Мы никогда не ездили В Голливуд Потому что ты жил В районе Но большинство людей На которых можно было Равняться На которых можно было Смотреть Они жили уже там Да Они были прямо там Играли в шахматы Играли на барабанах В парке Поэты Художники Гангстеры Тоже Но ты уже сказал Что саксофон Полезная вещь Никто тебя не трогает Потому что ты музыкант Не стреляйте Дайте пройду Он опаздывает на занятия Опаздываю на репетицию Саксофон Очень гангстерская вещь Ну на мой взгляд Не знаю Не знаю Почему ты считаешь Что саксофон Гангстерская тема Я так не думаю Хороший инструмент Может быть когда-то Кто-то его использовал давно Но сейчас Просто джазовый инструмент Как бы лалайка Скажи мне Что ты думаешь Вопрос такой Что ты думаешь О политическом активизме музыки Иногда Это очень странная вещь Иногда это нормально Но иногда люди Перебарщивают с этим Например Мадонна Она говорила Что все Кто не будет голосовать За Трампа Она им отсосет Звучит не очень активистично Я не знаю Музыка это Если она Действительно хорошая Это выражение тебя Да Но фишка здесь Я думаю Почему люди Некоторые не очень довольны От Потому что люди Вроде как привлекают Твое внимание И затем Вдруг проталкивают Тебе свой месседж Используя Такую парадигму Что я играю Хорошую музыку Теперь я расскажу тебе Про китов И обе вещи Нормальные Играть хорошую музыку И спасать китов Тоже Но иногда Ты приходишь на концерт И ты такой Господи Я хочу забыть Немного Про китов Хотя бы на сегодня Но тебе поют Про китов Про китов Про китов И ты расстраиваешься Да Мне кажется Что когда ты Используешь Ее таким образом Возможно Это нечестно Диссонанс Нарушается баланс Есть политические Активные люди Которые поглощены Этим делом Но обычно Они политики Не музыканты Музыкант Должен вкладывать Всего у себя Музыку То есть Не нужно Перебарщивать Или переуменьшать Или молчать О том Что происходит В мире Потому что Музыканты И комики Имеют Самую Широкую Свободу Выражения Чувств И мозг Выражать И мы можем Достучаться До людей Так Чтобы это Не было Тяжелым Чтобы это Ощущалось Не как Ноша Понимаете Мир Таков Каким Мы Его Делаем Не какой-то Другой Мы Все Причастны К этому Мир Такой Потому что Мы Внесли Свой Вклад В Это Когда Я слушаю Что Что-то Звучит Как Проповедь Могу Предположить Что Либо Не хватает Баланса Что Мне Не хватает Другой Стороны Твоей Личности Либо Что Она Не Искренняя Иногда Люди Делают То Что В Тренде Да Да Потому Что Это Звучит Как Они Считают Что Это Правильно Делать Чтобы Получить Дополнительное Внимание Например Например Кто-то О чем-то Никогда Не говорил Об этом И вдруг Он Начинает Говорить Не знаю Но в конце Концов Если Музыка Идет От души Действительно Она Будет Нравиться Я видел Людей Которые Очень Любят Музыку Но я могу Сказать Что Они Не особо Понимают Что Они Слушают Как Например Никсон Нравился Джаз Ричард Никсон Да Да Он Конечно Не особо Понимал О чем Блэк Браун Беш Дюка Эллингтона Он Просто Был захвачен Музыкой Я думаю Что Важно Чтобы Музыканты Да И все Остальные Делали Все Возможно Чтобы Сделать Мир Лучшим Но Делать Это Так Чтобы Музыка Оставалась Честной Ты Сказал Что Комики И музыканты Похожи Можно ли Так Сказать Про Джаз Менов И Стендап Комиков Я Большой Фанат Стендапа Я Всегда Думал Что Они Из Всех Могут Быть Самыми Честными Если Ты Можешь Рассмешить Кого Трудно Расстраиваться Они Могут Говорить О тех Вещах О Которых Другим Людям Говорить Сложно И У Музыкантов Так же Если С помощью Своей Музыки Я Могу Заставить Тебя Что-то Чувствовать Возможно Мне Трудно Сказать Это Словами Люди Пешут Песни О Многих Странных Вещах Которые Еще Более Странно Звучат В жизни Типа Я Уведу Твою Девушку Звучит Очень Странно Да Но Если Я Напишу Об Этому Песню То Я Буду Петь И Веселиться Е Е И Все Счастливо Кроме Одного Того Парня Которого Увели Мы Не Можем Тебя Не Спросить О Работе С Кендриком Ламаром Над Альбомом Пип Butterfly И Когда вы Работали Вы Примерно Понимали Что Вы Делаете Не Совсем Традиционный Альбом Для Рэпа Ну Это Полностью В целом Мы Этот Альбом Расцениваем Как Абсолютно Джазовый Альбом Ну Как Вы Осознанно Шли На Это Кендрик На Это Осознанно Шел Что Вот Он Хочет Прийти К Истокам Сделать Джаз Альбом Перемешку Я Зашел В этот Проект Когда Уже Проделана Была Большая Работа И Уже На Первом Прослушивании Когда Я Услышал Несколько Треков Понял Что Это Будет Нечто Особенное На самом деле Те же Ребята С Этого Альбома Делали И Работали Над Кучей Других Альбомов Западного Побережья Хип Хап И Фишка В том Что Будучи Музыкантом Ты Можешь Посмотреть Изнутри Как Делается Музыка И Оказывается Что Джаза Всегда Было Много В Хип Хоп То Что Сделал Кендрик Отличалось Потому Что Он Переместил Джаз Здесь Был Джаз И Здесь Хип Хоп Ты Ощущал Его Здесь Он Взял И Поставил Его Сюда Так Что Музыкантом Особенно Работая Особенно Работая Более Популярных Жанрах Ты Учишься Протаскивать Под рубашкой Крутой Став Собой Они хотят Чтобы ты Сделал Что-то Тупое Простеское Ты Такой Да 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 Добавлю Только Чуть Красоты Сюда А тут Тебе Говорят Нет Давай Весь Свой Крутой Став Сюда Так Что Мы Делали Так Чтобы Люди Так Да Здесь Реально Крутой Став Он Чуть Спрятан Под Очевидным Более Стандартным Став Который Ты Слышишь Но Теперь Он Прямо В Авангарде Прямо Впереди У Доктор Дрея Могли Быть Соло На Флейте Но Они Где-то Сзади Тогда Как Здесь Нет Типа Берем Соло На Сакси И Поставим Прямо Вперед Вот Почему Этот Альбом Для Меня Он Просто Красив И Вышколен Он Просто Крут Для Всех Жанров Там Много Всего Музыкально Но В мире Хип-хопа Мне кажется Он взял Все элементы Афроамериканской Музыки Афроамериканской Музыки А хип-хоп На самом деле Это и есть Эта смесь То, что Произошло В середине Семидесятых Начале Восьмидесятых Это Из городских Школ Пропали Музыкальные Инструменты Так что В черных Комьюнити Больше не было В школах Инструментов Так что Ребята Начали Играть на своих Кассетниках По сути По сути Это альбомы Их родители А именно Джаз Фанк Рок Все эти треки Они взяли эти треки И превратили Все их В инструменты Кендрик Сказал Возьмем Возьмем всех Этих парней Что могут Переиграть Став Ну и могут Сочинять Собственные Все это Крутое Самое Сложное И прекрасное Что вы делаете Красивое Поместим На передний план И я буду Читать Вокруг По мне Этот альбом Воплотил идею Потому что Был предрассудок Что если твоя музыка Сложна Она не будет популярна Что музыканты Мы Прятали Сложное Но для нас Прекрасно Прятали Потому что Всегда кто-то Приходил И говорил Нет Фактически Буквально Это слишком круто Это не продастся Черт Это звучит Слишком круто Звучит Слишком круто Сделай Чтобы это Звучало Хуже В общем-то Так и было И ты смотрел На них Такое Ну вот Так что приходилось Прятать Но Кендрик Все это убрал И этот альбом Для меня реально Через 50 лет На него будут смотреть Как на веху И молодые ребята Сейчас По 12-13 лет Начнут думать Что я могу сделать Что-то реально крутое И при этом Быть реально популярным Я думаю Что влияние Настоящее Этого альбома Вступит в силу Через 10 лет У этого альбома Очень много Фанатов в России Он один Спасибо большое У нас закончилось время Огромное спасибо Спасибо большое Очень приятно Было Повторясь Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому